В небе над Москвой прошла репетиция авиационной части парада в честь Дня Победы. Пролетели 77 воздушных судов Вооруженных сил Российской Федерации. Сотни горожан, собравшихся на Москворецком мосту, могли наблюдать пролет авиационной техники над Красной площадью в рамках подготовки к участию в Параде Победы 9 мая. Над городом пролетели самолеты, в числе которых четыре истребителя пятого поколения Су-57, транспортники Ил-76, два многоцелевых истребителя четвертого поколения МиГ-29. Пролет авиационной техники проходил на высотах от 180 до 550 метров, что делало технику заметной в различных районах города. Над Красной площадью впервые пролетел самолет судного дня Ил-80, который является воздушно-командным пунктом, предназначенный для связи и управления войсками. Ил-80, который является воздушным, предназначенный для связи и управления войсками. Впервые в истории восемь истребителей выстроились в виде буквы «З» в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Завершали пролет авиационной части парада традиционные штурмовики Су-25, окрасившие небо над Красной площадью в цвета российского триколора. Для проведения тренировок в воздушной части парада Победы в Москве был установлен временный режим использования воздушного пространства на 4-7 мая, а также будут установлены аналогичные ограничения непосредственно при проведении воздушной части парада 9 мая.